Всем привет! Вы на канале Совета Стоматолога и сегодня мы познакомимся с пастой Biomed Sensitive, которая предназначена для снижения чувствительности и укрепления эмали. Паста не содержит слез, парабены, фтор и сахаринат натрия. На боковой поверхности нам производитель дает основные ингредиенты и их описание. Экстракты подорожника, листьев березы, косточек красного винограда и эфирное масло ладана обладают антибактериальным эффектом и укрепляют десны. Ключевые компоненты гидроксиапатит и эль-аргинин восстанавливают и укрепляют зубную эмаль, снижая чувствительность, а бикарбонат натрия бережно очищает и полирует зубы. И если паста помогла или не помогла от повышенной чувствительности, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. И, кстати говоря, эта паста рекомендуется для всей семьи и детям с 6 лет. И тут на самом деле больше ничего такого нет интересного в описании, поэтому мы с вами переходим к составу. После воды идет диоксид кремний, это абразив, за счет которого паста имеет очищающее свойство. После него идет гидролизат гидрогенизированного крахмала, он удерживает влагу. Декальций, фосфат, дегидрат, это абразив с мягкой структурой и при взаимодействии этого вещества со свиной выделяется ионы кальция и фосфора, которые необходимы для восстановления зубной эмали. После глицерина мы видим кокосульфат натрия, это ПАВ, то есть поверхностно-активное вещество, которое заставляет пасту пениться и оно безопаснее, чем селось. Дальше мы видим, цитрат цинка предотвращает рост и размножение бактерий, является источником биодоступного цинка. После него идет бензиловый спирт, выполняет роль растворителя, консерванты отдушки, имеет средний фактор опасности. Также, как мы с вами уже читали, эта паста содержит гидроксиапатит, это действующее вещество для укрепления эмали. После него идет масло перечной мяты, за которой мы видим диацетат глутамата тетранатрия, это стабилизаторы и консервант органического происхождения. Дальше в составе аргинин или эвергинин, как писали выше, тормозит рост патогенов и формирование бактериальных биопленок в ротовой полости, влияет на объем бактериальной массы, образованной разными бактериальными штаммами, тем самым поддерживая здоровье зубов. Дальше пошли экстракты и масла. Здесь есть экстракт стевии, эфирное масло лимона, экстракт виноградной косточки, экстракт ананаса, масло тимьяна, экстракт сухой березы, подорожника, масло ладана, масло подсолнуха и экстракт коры дуба. Среди них мы видим здесь бикарбонат натрия, это еще один абразив в составе. Также тут есть гидроксид натрия, это стабилизатор кислотности и паф, вещество само по себе достаточно едкое и я не очень люблю, когда его используют в зубных пастах, но некоторые источники пишут, что он абсолютно безопасен в низких концентрациях, но если вдруг у вас появились какие-то раздражения на слизистый, применение следует ограничить, это вообще касается всех препаратов. Бензат натрия и сорбат калия, это два консерванта с низким фактором опасности, за ними идет краситель красного цвета. Лимонная кислота тоже часто используется как регулятор кислотности, а также замедляет образование зубного камня. Хлорид натрия используется как слабый антисептик, регулятор вязкости имеет низкий фактор опасности. Также тут есть лимонена, ленаул, цитраниол и гераниол, это отдушки со средним фактором опасности. Тут же мы видим эвгенол, он имеет антисептические и анальгетические свойства, а также сильный запах гвоздики. В небольших количествах он безопасен, но иногда может вызывать аллергические реакции и имеет высокий фактор опасности. Вот и весь состав, поэтому теперь давайте мы с вами откроем пасту и посмотрим на нее. Стандартный тюбик, здесь 100 грамм, всегда у биомеда есть защитная мембрана, за это плюс. Паста достаточно густая, такого розоватого цвета. Моя оценка примерно 5-6 из 10. За гидроксиапатит всегда плюс, за разные экстракты масла тоже, а также за отсутствие СЛС. Но есть компоненты, которые могут вызывать раздражение и аллергические реакции. Некоторые, вот эвгенол, например, он с высоким фактором опасности. И поэтому, если вы аллергик, то будьте с пастой поаккуратнее. На этом я думаю, что мы закончим. Всем спасибо, что были со мной и до новых встреч!